Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгенлайф. Сегодня воскресенье, 26 ноября. Время 21 час 1 минуты в Киеве и 22 часа 1 минуты в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале. Приветствуем сегодня Санислав Александрович Белковского. Санислав Александрович, рады видеть. Привет, Марк Захарович, всех приветствую. Ну вот, мы вот что решили. Сегодня хоть и воскресенье, но решили провести эфир, назвав его «Кто здесь предатель?» относительно всего, что с предательством связано. Почему? Потому что не то, чтобы оно сильно знаковое событие, что премьера Касьянова, бывшего премьера Касьянова, с 2000 по 2004 год занимавшего должность второго лица в государстве, так на секунду, взяли, сделали иностранным агентом. Ну, мы оба иностранные агенты, и нас таких сейчас этих иностранных агентов хоть, значит, ножом режь не убудет, но все равно все-таки здесь какая-то такая, при всем оппозиционности Касьянова, такая какая-то сомнительная составляющая. Ведь он был премьером при Путине, и таким образом как-то, в общем, на себе несет, ну, часть той власти, хоть и там почти 20 лет назад, но все-таки, которая, в общем и целом, через преемственность от Ельцина, ну, в общем, была неким единообразно воспринимаемым субъектом. То есть, если вы определяете в иностранные агенты своего бывшего премьера, там, плохого, хорошего, оппозиционного, ну, это как-то, в общем, выглядит уже даже через край в этом случае. И сразу встает вопрос. Я вот только вернулся из Украины, сейчас я еще в Париже, встречался я и с руководством русского добровольческого корпуса, с Капустином, с Денисом Вайтрексом, всем известным, и с некоторыми другими его, значит, сослуживцами, побративами, как принято говорить, ВСУ, которые воюют в рядах этого подразделения, кто-то ранен, кто-то как, в общем, из Богдана, вот, всем известным, так сказать, военнослужащим, в свое время уехавшим из России, бежавшим, тоже встречался, и многими другими, но и наряду с тем и с руководством легиона свободы России я тоже встречался, и там, кстати, дал такую почти лекцию перед военнослужащими как раз, и в том числе по теме, а кто такой предатель, кого можно назвать предателем. Дело в том, что предательство в 20 веке, оно же, ну ладно, оно и всегда имело полуидеологический оттенок, но особенно именно в 20 веке очевидно стало, что предателем становится тот, на кого укажет действующая власть. Власть победитель, и она предателями называет кого угодно. И так мог Ленин, получив 50 миллионов немецких марок, назвать предателями белое движение, которое получали помощь от Антанты, не понимая тогда, чем хуже это кайзеровские, значит, миллионы, собственно говоря, поддержки Антанты, и то, неполноценные и не давшие, в общем, никакого эффекта этой помощи. Ровно так же власовское движение, там, русское освободительное, армия, которая так и не была создана, ну, даже Конор, так называемый, так сказать, производный от пражского манифеста, две дивизии тоже называли предателями самого генерала Власова, хотя мы понимаем, что если бы победили Белый или Власов, то предателями бы оказались Ленин, получивший кайзеровские рубрики, новые эти-эти марки, и, значит, Сталин, который, собственно говоря, уронил всю страну в безбожный этот коммунизм, в большевизм. И так и Новое Время, в общем, дает основания говорить о том, что власть, которая давно продалась китайцам, так сказать, прокитайская власть, которая ничуть не меньше расторговывает Россию, определяет в предателе, значит, людей, которые, ну, просто ей не нравятся, да, и говорят, что вот вы предатель. Вот поэтому я поговорить хотел о феномене предательства, да, о феномене имеется в виду смыслового значения, ну, и о терминологии тоже, куда уж от нее денешься, о дефинициях предатель-непредатель, русофоб-нерусофоб и так далее, пошло-поехало, но как бы мы и по текущим событиям поговорим тоже. Отличный ты собеседник, Санислав Александрович. Что ты вообще об этом думаешь для начала беседы? Давай об этом поговорим. Для начала беседы, я думаю, что концептуально предательство означает, в первую очередь, соотнесение себя с определенной парадигмой, догмой, которую ты предаешь. Был ли, как сказал Евгений Александрович Евтушенко, правда, есть слухи, что это стихи написал не он, а другой поэт в Иуде-Искариоте. Надо предать первым, важно предать, и мысль бродила по нервам. Надо предать первым, пока не предал Иисуса, это говорится от лица Иуды-Искариот. Владимир Искариот ни в коем случае не был предателем, потому что он исповедовал глобальную религию коммунизма и хотел победы этой религии в глобальном масштабе, но сначала в масштабах одной страны, и ради победы религии коммунизма он делал все, что он делал. В этом смысле совершенно не противоречило его мировоззрению, его мировоззрцанию, системе его ценностей получить деньги у Генштаба, чтобы взять власть в России. Тем более, что незадолго до того, как он прибыл в Россию, он совершенно не верил ни в какую революцию. Мы знаем, что... Да, это известно. ...он говорил, что наше поколение не доживет до революции. Революцию сделали в феврале 1917 года совсем другие люди, а вовсе не он. Он только в апреле 1917-го прибыл в Петроград, и дальше так получилось, что он взял власть. Но он не был никаким предателем, он был абсолютно последовательным в утверждении двух парадигм. Власть мировой религии коммунизма и его собственная личная власть. Он к этому шел. В этом смысле предателем является Казахстан Владимирович Путин. Потому что когда Борис Николаевич Ельцин 31 декабря 1699 года говорил ему, берегите Россию, он имел в виду Россию как часть американо-центричного мира. То государство, которое Ельцин создал на руинах Советского Союза. И Михаил Михайлович Касьянов, представленный безусловно к Путину семьей Бориса Николаевича Ельцина, разумеется, Да, 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 это точно. Он не был человеком Путина. Это то, что то наследство, которое он получил, и на протяжении первого срока Путина, с 2000 по 2004 год, страной фактически управлялась семья. В лице Ельцина Касьянова и руководителя администрации президента Александра Стальча Волошина и двух третей кабинета, которые были назначены семьей при деятельном участии известнейшего бизнесмена Романа Аркадьевича Абрамовича сейчас пытающегося, ну, помимо того, что он стал португальским сефардом из русского олигарха, пытающийся играть важную роль в судьбе Украины и на этом основании отмазаться от западных санкций. Поэтому вот только что на днях я видел совершенно случайное выступление Никиты Сергеевича Михалкова публичное, в котором он объяснял, а Никита Сергеевич человек очень чуткий, он все понимает прекрасно, что в какой ситуации надо делать. Это он наследовал отца Сергея Владимировича Михалкова. Не случайно родился анекдот о том, что после смерти Сергея Владимировича Михалкова у него дома нашли 17 вариантов советского гимна, из них 5 на случай победы Гитлера. Вот в этом семейство, значит, на любви есть вариант гимна. И Никита Сергеевич сейчас его исполняет. Он говорит, что невозможно перейти в какое-то новое качество Российской Федерации, если полностью не отречься от предыдущих 30 лет, не предать их полной анафели. Вот этим они и занимаются. Что все, что получено на следствии от Нильсона, должно быть предано анафелем, потому что родилась совершенно новая концепция российской государственности. Это больше не часть американцентричного мира, это совершенно изолированная некая сущность, которая базируется, на мой взгляд, на трех китах. Первый кит – это религия денег, культ мамоны, которая наследована, кажется, от 90-х годов, в рамках которого деньги являются священным эликсиром, а не просто средством решения каких-то проблем и вопросов, или обеспечения бытовой свободы и комфорта. Это то, что движет солнце и светило. Поэтому, если у тебя есть деньги, действительно, тебе принадлежит власть над предметами и явлениями. Нет денег не принадлежит. И именно поэтому, собственно, Путин начал дистанцироваться от американо-центричного мира, когда он накопил деньги в 2007 году. Вот Мюнхенская речь в феврале 2007 года – это завершение того периода в истории путинской России, когда неожиданно выяснилось, что у РФ есть деньги. В остальное, на момент прихода Путина к власти их не было. Но за первые семь лет, благодаря и благоприятной внешне экономической конъюнктуре, и не самым глупым управленческим решениям, которые принимались в том числе под руководством Михаила Михайловича Касьянова. Да, да, бесспорно. РФ оказался с бедной стороной, ну, скажем, если не богатой, то, во всяком случае, состоятельной стороной. Это позволило, во-первых, погасить внешние долги. Причем, если я ничего не путаю и правильно помню, как раз правительство, говоря с Касьяновым, предлагало не гасить поспешно и досрочно внешний долг Российской Федерации, а реструктурировать его, как делают все страны в современном мире. Никто никому ничего не должен. Это уж так повелось. Но Владимир Владимирович Путин настоял на том, что внешний долг был досрочно погашен, и он был досрочно погашен. Сам Михаил Михайлович, как в частных беседах, так и публично, поэтому я не раскрываю никаких секретов, поскольку публично составляющие тоже присутствуют, говорил, что Путин сделал это под влиянием канцлера Гехарда Шрёдера, с которым очень подружился. Потому что Гехард Шрёдер был первым, канцер Германии, был первым западным политиком, который объяснил Путину одну системообразующую прорывную вещь, которая Путину до этого момента, Владимир Владимирович, была недоступна. Что не боги горшки обжигают, что мировые элиты состоят не из каких-то сверхлюдей, а из таких же простых пацанов, как сам Путин. И поэтому можно всех перехитрить, можно обыграть, что потом Путин неоднократно и делал. Я надеюсь, мы сегодня вернемся к этому разговору в контексте того, что сейчас происходит на украинских фронтах и в международной обстановке. И когда, наконец, встал вопрос о том, что введя санкции против Российской Федерации, Запад не очень напоследовательно соблюдал эти санкции, возложив их на простых россиян, а на себя самого почему-то не очень возложить. Но это, честно, если у нас будет время и у тебя желание, то абсолютно... Да-да-да, конечно, обязательно. Да-да. Поэтому, но помимо того, что Шрёдер говорил о том, как правильно погасить долги досрочно, Путин понял, что если он не погасит долги досрочно, он не будет чувствовать себя свободным в принятии важнейших политических решений как внутреннего, так и международного уровня. Поэтому он должен был обязательно их погасить, вопреки мнению экономического блока своей власти, в том числе Михаила Михайловича Касьяна, находившись на посту премьера до февраля, если мне память не изменяет, 2004 года. При этом контракт с Михаилом Михайловичем действовал до 30 июня 2004 года, но всё же он был уволен досрочно, потому что уже к этому моменту, вот к началу 2004 года, все основные чиновники путинской власти находились под тотальным контролем ФСБ и других спецслужб, замыкавшихся лично на Владимира Владимировича. И спецслужбы преподнесли это так, преподнесли Путину мне, что Касьянов сам метит на президентский пост и пытается сорвать президентские выборы 2004 года. В качестве доказательства этого была предъявлена запись в горах, там, на каком-то горнолыжном курорте разговора Касьянова с одним из европейских лидеров. На мой взгляд, эта запись ничего не доказывала, это просто был такой банальный бытовой трёп. Но, тем не менее, этого было достаточно, чтобы Касьянов, Путин вообще не любит людей, которые дышат ему в спину. У него была крайне некомфортная ситуация, что личностные, политические, весьма сильные фигуры находятся на посту премьера. Именно поэтому он никогда больше такой ошибки не совершал. Путинский премьер – это всегда бледная тень самого Владимира Владимировича. Да, конечно. Потом Дмитрий Анатольевич Медведев, потом Михаил Владимирович Мишустин. Я не умоляю никак за слух и достоинство господина Мишустина, но точно не в политическом смысле не конкурент. Касьянов был последней крупной фигурой путинского премьера, которую действительно можно было сравнивать с самим Путином с точки зрения его политического потенциала. Поэтому рано или поздно Путин обязан был от него избавиться, что он и сделал. В феврале 2004 года. При этом семью Гельцин он не порвал полностью. И мне кажется, что на уровне психологии бессознательного объявления 2024 года годом семьи Российской Федерации связано с тем, что надо как-то хорошо отпраздновать 25-ю годовщину выдвижения Владимира Владимировича Путина в преемнике Ельцина, что случилось в условной ельцинской семье. В этот же год, видимо, в школьную программу будет введен предмет семьеведения, как нам сообщают. Наверное, там будут рассказывать, по какой причине семья Бориса Ельцина выбрала Владимира Владимировича в преемнике. Но, соответственно, 2004 года Михаил Михайлович был еще весьма крупной фигурой, остается как-то вне власти, вне политики. И в этом смысле я очень рад, что его объявили иностранным агентом, потому что я давно ношусь с идеей, что пора создать союз иногентов. Да, кстати, неплохая идея. Опорную конструкцию контр-элит. Опорную конструкцию некий коллективный субъект, который мог бы противопоставить себя путинской власти. Чем хорош союз иногентов? Дело в том, что каждый иногент легитимен уже потому, что его назначил сам Путин. То есть это враг Кремля, официально назначенный Кремлем. Но списки в Совете Безопасности, насколько я понимаю, утверждают. Насколько мне говорили, что общий какой-то каркас списков утверждают в Совете Безопасности, отвечает за них Патруша все-таки. Я правильно понимаю? У меня нет такой информации, мне сложно об этом судить. И почему-то мне кажется немножко по-другому. Что агентов объявляют по пятницам. Эта технология заимствована, ты будешь смеяться, у Украины. Потому что Украина... Да. Сейчас мы просто об этом забыли. За некоторое время, до начала войны, до февраля 2022 года, Украина начала объявлять подсанкционных людей. По пятницам? Да, и объявляли по пятницам. По РНБУ. Да, поэтому, может быть, отсюда и берется представление о том, что назначает иногентов Совета Безопасности. Мне просто представляется, исходя из анализа того, как вообще работает российская власть. Российская власть в очень значительной степени замешана просто на банальном бардаке. Что вот где-то уже к четвергу вечера нужно объявлять иногентов, а иногентов нет. И сидит какой-то человек там формально миногентов объявляет Министерство юстиции. Нет, конечно, есть особо заслуженные люди, которых так или иначе должны объявить иногентами. Себя я к ним в избежание двусмысленности себя к ним точно не отношу. Я думаю, что меня объявили на агент, но это точно по принципу, что в четверг вечера некого было найти. Ну, в четверг вечера поясняется, что вот надо кого-то снова объявить, и, так сказать, как-то с помощью корпорации Google, не случайно YouTube до сих пор не запрещают в России, чтобы не ссориться с Google, с помощью которого ищут кандидатуры очередных иногентов. Вот нашли, 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 так сказать, образовалось. Но, поскольку ничего не бывает в мире случайно, я все-таки сторонник теории исторического предопределения, согласно которой все закономерно, просто слабый человеческий ум не может этого понять априорио, понимает это только постфактум, ретроспективно, к чему именно то иное историческое событие, то назначение Михаила Михайловича иногентом очень важно, потому что, наконец, можно создать союз иногентов, и очевиден его лидер, Михаил Михайлович. Более крупной фигуры в этом смысле там нет, причем, мне кажется, там есть два полюса. Михаил Михайлович Касьянов как такое консолидирующее начало потенциального союза иногентов, и Максим Александрович Галкин как потенциальный кандидат к президенту, который во многом повторяет судьбу Вадима Александровича Зеленского на русской почве. Я лично, к сожалению, не знаком, с Михаилом Михайловичем я знаком был, слава богу, с Максимом Александровичем не знаком, но мне кажется, что вот, исходя из анализа того, что знают о нем близко, что говорят о нем близко знающие его люди, это человек достаточно глубокий, хорошо подготовленный, квалифицированный, в какой-то степени даже более релевантный, чем Владимир Александрович Зеленский. Поэтому тут, мне кажется, тут, и поскольку Галкин тоже инагент, здесь созревает вполне дееспособная политическая конструкция. Вопрос стоит в том, сможет ли кто-то этим обстоятельством воспользоваться. Так, нас смотрят почти 23 тысячи человек, 6 тысяч поставили свои лайки. Я напоминаю также, что в описании к этому видео есть ссылка на канал Санислава Александровича Белковского, как обычно, и всегда мы указываем, что подписывайтесь на этот канал, и там будет премьера гибели этого мира, куда идет Четвертая война. Этого мира премьера уже была почти неделю назад. Я призываю это посмотреть. А на следующей неделе, это не написано в описании, но в пользу случаем все-таки я это скажу, я долго думаю, какую бы нишу, в конце концов, не найти. Ситуация, когда я отлучен от Родины и думаю, что лет на ближайшие 20-30, а то и больше. Может быть, это пессимизм, но тем не менее. Я решил стать еще и кинокритиком, и поэтому на предстоящей неделе будет программа моей премьеры кино. Чтобы не сглазить, я даже не буду говорить, как она называется, потому что название кажется мне очень удачным, может быть, оно никому, кроме меня, удачным не покажется. Но вот смотрите программу о кино в следующую пятницу на канале Белковский и подписывайтесь, пожалуйста, на канал Белковский. В центре нашего рассмотрения первого выпуска программы о кино будет шестой сезон сериала «Корона» «Правда», который кажется мне выдающим с разных точек зрения. Я читал немало скептических отзывов об этом сериале. Вот я с ними, как говорился в детстве Майюти Парабиновича, звонящего в КГБ и говорящего, если к вам залетит мой попугай, то имейте в виду, что я с ним категорически не согласен. Вот я с критическими отзывами о шестом сезоне «Сирала Краун» не согласен. Мне кажется, там очень много пластов, которые следует должным образом оценить. Ну, кстати, сказать, сериалами вообще дефицит с критикой и такими обзорами полноценными. Я имею в виду в русскоязычном сегменте. На Западе это есть. В русских полноценно никто не может эти сериалы по-настоящему оценить. Но бог с ним. Значит, подписывайтесь тоже на канал «Фейдин Лайф». Это тоже очень-очень важно. Все те зрители, которые уже пришли на наш эфир, конечно, тем самым распространяем в том числе и ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях, могут помочь и другим присоединиться к нашему эфиру. А мы продолжим. Я вот о чем хотел сказать. Ты все верно говоришь, Станислав Александрович, но ведь они считают предателями и используют дефиницию «предатель». Прежде всего, не по отношению, естественно, к власти, какими мы, конечно, там, не знаю. Я враг этой власти. Предатель, не предатель. Но они ее используют для того, чтобы продать в том числе обывателю, плебсу, что это предатели России. То есть они там, как вот она в последний раз выразилась, эта жернушка, эта Памфилова, про то, что они, значит, иудины деньги. Что мы там делаем с иудинными деньгами? Все время хочется получить уже, наконец, пройти к лабазу мамаша, где эти деньги, очень хочется их прислониться к мамоне, как ты говоришь. Они же все-таки это трактуют, прежде всего, не так глубоко, а поверхностно, потому что в русском изводе вот предатель – это же всегда предавший родину за какие-то там гей-рублики, что-нибудь такое, значит, доллары там, печеньки, еще что-то. И ты знаешь, в общем и целом, это работает. Народец, он это воспринимает. Моя-то идея заключается в том, что тот, кто находится у власти, сам определяет критерии и сам назначает предателей. И ровно так может перевернуть ситуацию. Ну, представим себе, вот ты 25-30 лет собрался жить за границей, но вот Путин сдох. И ведь совершенно же очевидно, что Путина объявят предателем. Если, так сказать, придут правильные ребята, вот как ты говоришь, этот синклит иноагентов, ну, конечно же, мы его объявим китайским шпионом, предавшим. И там даже не надо будет много доказывать. Там покажешь счета западные, там еще чего-нибудь, и как бы народ, да-да-да-да, вот ты посмотри, ограбил ты нас, а все в интересах, значит, вот Пекин и еще кого-нибудь там. Ну, неважно, там, хоть американского миллионетки, это уже не будет играть в значение. То есть у власти окончательно это последняя ручка-самописка, которую он назначает этих иноагентов, предателей и так далее. То есть кто власть, тот и говорит, это враг России. Он вот Россию предал, а неважно там содержание, какое глубокое понимание того, что концептуально воспринимает он это предательство с точки зрения там назначенного ему, вот тому же Путину, значит, сохранение России в варианте американо-центрительного мира или нет. Никто в это не вдумывается. Главное, сказать, что этот человек предал Россию, так сказать, предал свою, значит, родинку. И все. И этого как бы исчерпывающе достаточно. Ты полагаешь, вот может человек из предателя стать снова патриотом? Я, кстати, вспоминаю прекрасную историю про то, как жену Штауфенберга, которого только расстреляли, ну, известный заговор, только война кончается, там их мытарили с детьми по всей Германии и повезли почему-то в Италию. И именно по дороге стало известно, что ну вот все, конец всему, шляпа. И они говорят, а вы знаете, на самом деле вот фон Штауфенберг был никакой не предатель, а он герой. Он вот выступал, причем, видимо, эсэсовцы, которые перевозили, они вовремя поняли, что сейчас лучше быстрее записать, значит, графа Штауфенберга в героя, потому что того и гляди, значит, супруга. А там так, кстати, и получилось. Потом судили кое-кого, кого-то, значит, и щеманули, кого-то и стрельнули, вот, из тех, которые, значит, имели отношение к подавлению заговора, да. И, соответственно, вовремя успеть. То есть, и теперь сейчас, как известно, стоит памятник в Бундесвере Штауфенбергу, где принимать присягу, значит, перед... Там, где он был расстрелян в здании, значит, запасной этой армии, значит, приносит притягу молодые офицеры и так далее на верность Германии у памятника Штауфенбергу. Так и я к тому, что наши памятники, представишь, около Белковского будут, значит, читать стихи и говорить памятник. Вот на Геннаде Белковский, а на самом деле большой патриот. Вот я вот хочу. Ну, собственно, на Красной площади до сих пор находится мавзолей Владимира Ильича Ленина. Если, так сказать, оценивать роль в судьбе Российской империи, то он, безусловно, предатель. А так мавзолей не ликвидированный. Здесь, кстати, уместно вспомнить не в контексте предательства, а почему он до сих пор не ликвидирован. Хотя Борис Кельсен собирался его ликвидировать несколько раз. Было так, да. В последний раз в 1799 году считалось, что перед уходом от власти он сможет его ликвидировать. Потом было решено, что все-таки, поскольку Ельцин непопулярный президент, лучше это сделать следующий популярный президент Владимир Ильич Путин. И вроде как в 2000 году, когда Путин стал президентом, уже все было готово к ликвидации мавзолея Ленина. Но в последний момент Путин передумал. Потому что он посчитал, что пока в стране есть хотя бы 30-35% людей, для которых Ленин крупная и важная, позитивная, историческая фигура, он этого делать не будет. Он не будет это делать до самого конца. Потому что он не хочет совершать никаких радикальных шагов, которые дестабилизировали бы его базу поддержки, его фундамент, который есть во всех страторах и сферах российского общества. Поскольку сегодня в РФ фактически сложилась абсолютная монархия. Где президент не только совмещается, ну не просто президент, а лично Путин. Это персоналистский режим в сегодняшний день. Не только совмещает полномочия всех ветвей власти, но де-факто является и светским, и духовным лидером народа. Он должен отвечать чаянию всех. И мы знали, Ленин это неплохо, и православные храмы, и все что угодно. Что бы ни было в русской истории, должно заключаться в одну непосредственную цепь преемственности всех событий. Все события в русской истории нужно оправдать. Нужно преподнести их с положительной точки зрения. То есть нужно, безусловно, запретить ЛГБТ, КВПлюс, сообщество и гей-пропаганду, не только невзирая на то, что в современной России очень мощное гей-лобби, и в окружении Владимира Путина немало его представителей, в ближайшем окружении. Ну и, собственно, забыв про Ивана Грозного и Петра Первого, которые, так сказать, тоже небезгрешны в этом плане. В российской истории все должно быть абсолютно чисто. Здесь Путин берет пример своих исторических предшественников, Николая Первого и Александра Третьего. Ничего не может быть, ничего плохого ни в каком изгоде, ни в какой версии этой истории быть не может. Но что сказать с предателями, даже на нашем веку, мы помним, что в 80-е годы, кто были крупнейшие предатели? Академик Андрей Дмитриевич Сахаров. И Александр Савчинцев. Александр Савчинцев был литературный власовец. Литературный власовец, власовец, власовец. Официальный его эпизис с точки зрения советской пропаганды. Александр Савчинцев потом вернулся в РФ и в 1194 году и стал едва ли не кумиром Путина. И остается им по сей день. И поддержал Владимира Владимировича, несмотря ни на что. Хотя мне кажется, что та система ценностей-идеалов, которую формировал Александр Савчинцев, высказывал не вполне соответствует путинскому режиму. Но уж как случилось, так случилось. Савчинцев безусловно его поддержал, и Путин во многом сегодня идеологически опирается на багаж Солженицын. Андрея Ивановича нет, конечно. Он, во-первых, умер еще в 1889, до того, как стало понятно, что российская история будет развиваться в направлении реваншизма и путинизма, как высшей и последней стадии постсоветского реваншизма. Потому что большая часть, в общем, все постсоветские страны от реваншизма избавились, и ни у кого нет идей, что нужно восстановить что-то, существовавшее до этого. А в РФ она есть. Она не умерла. И, к сожалению, в этом приход Путина к власти был абсолютно закономерен, потому что в 90-е годы страна не... Мы не покаялись за коммунистический тоталитаризм. Мы позволились увлечь себя всякими старыми песнями о главном в тех или иных формах и форматах. И уже это одно предопределило приход к власти человека, который воплощает эту энергию рессентимента, месть, реванша за рухнувшую на рубеже 90-х годов, 80-х, 90-х годов 20-го века империи. И то, что в власти оказался человек, который мстительен не только в каком-то историческом, но и вполне в личном смысле, и мстит в том числе Михаила Михайловича Касьянова, например. Я тоже Касьяна. Уйдя с поста премьеры, позволил себе жестко катиховать путь, напрягнуть к оппозиции. Да, это все очень закономерно в ИАХ. Так оно и есть. Поэтому, поскольку Андрея Дмитриевича полностью аннулировать было нельзя, хотя Сахаровский центр в Москве и закрыли, на мой взгляд, это было невозможно до начала полномасштабной войны, до 24 февраля. Но с 24 февраля Путин принял решение, что право на жизнь в Российской Федерации имеют только люди и идеи, полностью солидарные с войной против Украины. В этом присутствует Жениц соответствовал. Поскольку Александр Александрович неоднократно публично высказывался за то, что Украина часть России, и, в общем, должна быть в орбите влияние России. И я помню, я не так давно знакомился с этими документами, в очередной раз, что еще в конце осени 1991 года Солженицын написал письмо Борису Николаевичу Ельцину. Солженицын находился еще у себя в резиденции в Вермонте, в Соединенных Штатах Америки. Он написал письмо о том, что ни в коем случае нельзя допустить отделение от России русскоязычных регионов Украины. Когда ты читаешь это письмо, я рекомендую всей нашей аудитории его прогуглить, легко найти и почитать, то у тебя складывается впечатление, что это манифест спецоперации Z. За подписью... Там очень... на 90% совпадение идеологии. Вот то, что Путин говорил там в 7 утра, в 6 утра, в день начала спецоперации Z, во многом базируется на этом тексте Александра Исаевича. И Ельцина очень иронично с присущей ему иронией, именно фирменной Ельцинской, ответил тогда Александр Савич Солженицын, он дал ему официальный ответ на это письмо, он сказал, дорогой Александр Савич, как я рад, что после стольких лет разлуки с Родиной вы все еще интересуетесь нашими делами. То есть все дело зависло, и Ельцина хватило ума и мудрости не устраивать войну с Украиной за русскоязычный регион. Но это бремя, так сказать, неформально было передано его преемнику, о чем, я думаю, Борис Николаевич Ельцин никогда не думал в тот момент, когда назначал Владимира Путина преемником, и поэтому в год семьи и начало преподавания семьевидения в российских школах все-таки можно будет задаться вопросом, по каким критериям был одобрен Владимир Владимирович и семьей Бориса Николаевича Ельцина, его ближайшим преемникам, его дочерью Татьяну Борисовну и его неформальным полусыном Валентином Борисовичем Юмашевым. Так еще совпало, что Валентин Борисович тоже Борисович, хотя это не Борис Николаевич Ельцин, но тем самым акцентируется его роль как психологического сына первого российского президента. Почему они выдали на Ельцин в президенты? Теорий много, сейчас не будем на них концентрироваться. Вернее, все это сходит, конечно, к одной единственной теории, но, может быть, мы посвятим ей отдельный эфир, чтобы сейчас не зацикливаться на... Не молочиться, чтобы сейчас перед лицом мировой истории. Поэтому очень часто предателями в истории оказываются люди, которые потом станутся героями. Что касается Белковского, то я сейчас, возможно, впущусь в рассуждения, которые не так интересны аудитории, о личной судьбе Белковского. А Белковский – это небольшая фигура. Далеко не Сахарфас, у Женицына. Ни под какой лупой. Невозможно Белковского взглядеть. Но если уж об этом разговор зашел, и все-таки, как сказал великий русский поэт Борис Абрамович, но не Березовский, а Слуцкий, за наши судьбы личные, за нашу славу общую, за ту строку отличную, что мы искали отщупью, за то, что не испортили ни песню, ни стих «Давайте выпьем мертвое и заздравить живых». Я скажу свое имя следующее, что еще до начала войны, где-то весной 21-го года, я, наконец, осмыслил себя. Я долго думал, а до чего я нужен? В чем мое жизненное задание? И в какой-то момент я понял, что мое жизненное задание – это христианские проповедения. А христианский проповедник не может иметь никого в Отечество. Как сказал Карл Макс, пролетарий, ну, собственно, в комитетическом манифесте, это сказано, Карл Макс и Фридрих Эмгельс, будем точнее, в своих зрения, копирайк. Пролетарии не имеют Отечества, приобретут же они весь мир. Вот я понял, что я не должен иметь Отечество. И то, что случилась война, которая полностью рассорила меня с моим Отечеством и сделала в глазах правящей элиты этого современного Отечества предателем – это огромное благо. Я могу посвятить себя служению тому, что никак от конкретного Отечества, от конкретного куска земли не зависит. И сколько бы я ни странствовал, сколько бы я ни искал себе новый кусок земли, я могу утешать себя тем, что я делаю именно то, что я должен делать, независимо от формальной принадлежности к той или иной стране, к тому или иного государству, которому принадлежать я не должен, что бы ни происходило. Хотя, естественно, это сопряжено с огромными проблемами сегодня пребывания гражданина Российской Федерации в недружном западном мире, недружном, и мы не только с точки формального кремлевского определения, но и на самом деле, и тоже мы можем, может быть, сегодня чуть попозже в этой программе вспомнить о том, что санкции, которые вводятся против Кремля, де-факто бьют по простым, недорогим россиянам. Дорогие россияне даже, наверное, способствуют введению тех санкций, как мы недавно узнали. А как раз крупный бизнес, связанный с Кремлем, ближайшие соратники Владимирович будут как-то умудряются обходить санкции, и почему-то это никого не беспокоит, и это тоже отдельный сюжет. Ну да, кстати, к вопросу об истине, которая выше Отечества, да, самое лучшее ее выражение, это как раз христианское служение, но быть проповедником в стиле Терри Уэйта, сам знаешь, это такое. Да, я просто, нет, я не имею в виду проповедника как форму шоу-бизнеса. И еще раз приношу извинения нашей аудитории, если они подумают, что я что-то много из себя воображаю. Ни в коем случае. Я считаю себя маленьким человеком, обывателем, нет никаких претензий на власть нигде, ни в одной стране, ни помимо страны. Просто вот я для себя постановил, и может быть, этот пример покажется интересным многим моим соотечественникам, которые сегодня ищут себя и не могут примирить себя с идеей, что они остались без Родины. Что если вы остались без конкретной страны, это еще не значит, что ваша жизнь закончена. Пытаюсь я смысл, почему с вами это случилось, и нет ли в этом большого позитивного заряда, который актуализирует ваши жизненные задания. Ну да, и тем более вас глобализирует. Ну, кстати сказать, вот это старое, вот это, понимаешь, я же пытался и подчеркнуть, что это советское же, что я наш, я свой, я советский, понимаешь, не надо нам берег турецкий и так далее. Это же еще и вот тут усилено, потому что там... Тот же Александр Александрович Служеницын выступал с очень жестких антисоветских позиций. Ну, конечно, да. Он призывал запад милитаризироваться, готовится воевать, победить Советский Союз. Я только вспомню, что когда случилась аннексия Крыма, и когда для меня стало ясно, это подвержено публичными моими высказываниями, поэтому мне не стыдно об этом еще рассказать, что начинается Четвертая мировая война, что это недосадный эксцесс, который вот-вот рассосется, а эта система последовательных мероприятий, в том числе военного свойства, инициированных Владимиром Владимировичем Путином, для того, чтобы обрушиться американцентричный мир. Тогда, я помню, радиостанция «Эхо Москвы», еще не закрытая, к счастью, закрытая лишь 8 лет спустя, искала спикера, кто поговорил об аннексии Крыма. И что-то спикеры рассосались. И тогда со мной беседовал лично Алексей Алексеевич Венедиктов, который обычно не общается с простыми смертными, а общается с президентами, королями и так далее. Но в данном случае, к сожалению, президенты Крым все отсижились в бункерах. Потому что они совершенно не понимали, как себя вести. Что говорить в ситуации, когда казалось, что Путин может принять любые решения, включая объявить ядерную войну, и Запад покорно склонится перед Владимиром Владимировичем. Потому что вот это решение аннексировать Крым было настолько нестандартным от зрения, оно настолько шокировало западные элиты, включая Барак Обама, Ангела, Меркель. Они же настолько не знали, что делать. И, собственно, Украина могла легко противостоять аннексии Крыма, если бы Украина, уже тогда существовавшая, пусть и очень хилая по сравнению с сегодняшней украинской армией, вмешала бы в этот процесс. Но Обама и Меркель непосредственно указали тогдашнему руководству Украины, включая исполняющего обязанности президента Александра Леонидовича Турчинова, тогда спикера Верховной Рады, что не надо ничего вмешаться, аннексии не будет. Пусть он этого не сделает. И мы сами все регулируем. Никакого насилия быть не должно. В результате случилось ровно наоборот. И как случилось ровно наоборот. Западный лидер полностью обалдели и, как это говорится, на близком путинской элите бандитском струнге поймали тишину. И вот, значит, я пришел тогда в студию, значит, когда все поймали тишину, поскольку никто не знал, что происходит. Я пришел в студию Эхо Москвы и допустил достаточно неосторожное высказывание о том, что если бы США нанесли удар по Черноморскому флоту в этот момент, все бы и закончилось. Началась жуткая истерика, и меня заставили тогда сказать, что я не то имел в виду. Я и сказал, что я не то имел в виду. Но на всякий случай напоминаю, что если бы этим советом кто-то воспользовался, то не было бы 24 февраля 2022 года. Я не хвастаюсь. Я просто обращаю внимание на то, как развивалась история потом. Что Запад полностью спасовал перед Путиным. Он спасовал перед этой системой ценностей. Он дал еще раз понять, что можно и запугать, и купить его одновременно. И сегодня Запад пожинает эти плоды. Поэтому вместе с Александром Саевичем я хочу примазаться к Александру Саевичу. Естественно, еще раз подчеркиваю, что я человек маленький, а Александр Саевич великий. Я не хочу сравнить себя с великими. Но я только апеллирую к определенному стилю и методологии мышления и рассуждения. Что может быть, рассуждение о том, что твоя родина не права, самое жесткое в определенный момент, может эту родину спасти, как нравственно, так и исторически. И почему-то Владимир Владимирович Путин не предъявил Александру Саевичу претензий за то, что тот призывал жестко воевать с Советским Союзом. Нет, он с этим смирился. Да нет, но я добавлю репликой, что Александр Саевич Солженицын, ну ладно, он Пиночета там поддерживал приклеение Советского Союза, он в книге «Архипелаг ГУЛАГ», кто ее читал, посвятил главу именно Власову, Власовскому движению и вообще там, ну отталкиваясь от того, что он сидел с какими-то из них и, так сказать, в общем, это скорее и в его архиве известном, да, который он опубликовал, тоже достаточно комплементарно говорилось о всем, что происходило в период Второй мировой войны против Сталина и так далее, с его головорубкой и так далее, не говоря уже о пирпобедителе знаменитой поэмы Солженицев, в которой ясно прочитывается вот то, что была альтернатива в лице, так сказать, этой силы, которая, да, германцам была поддержана, немцам была поддержана в самом конце войны и роли уже сыграть не могла, но эта возможность была для русского начала каким-то образом противостоять этому абсолютному злу, каким являлся стали... Разумеется, я не считаю себя предателем, например, потому что я хотел и хочу для своей страны лучшего будущего, я не хочу, чтобы она превращалась в концлагерь. Вот Вячеслав 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 Пикер Государственной Думы, я понимаю прекрасно страдание этого глоба, глубочайшие внутренние переживания этого человека, который вынужден подписывать законы, направленные прямо против геев. Против ЛГБТ, да, являясь главным его протагонистом. Я прекрасно представляю себя в этой роли из меня заставляли подписывать какие-нибудь законы, направленные против евреев или людей, носящих очки. Да, но тем не менее он фактически совершает, он допускает оговорки по Фрейду, когда говорит, что велокантам ни в коем случае не надо возвращаться в Россию. Ничего хорошего их не ждет. святая правда... Да, это прямая его цитата. Я даже процитирую, если позволю. Зачем возвращаться в концлагерь? Я не хочу, чтобы Россия была концлагерьем. Может быть, я понимаю, что концлагерь это своего рода форма счастья. Я предложил формулу, что все счастливые страны счастливы одинаковы, только в одном смысле, что по-настоящему счастливая страна может быть только при тоталитарном режиме, поскольку ни у кого не открывается рот, чтобы сказать что-то поперек. И в этом, если может быть, РФ близка к состоянию Китайской Народной Республики, беря пример со старшего китайского партнера, когда у нас будет одинаковый тоталитаризм. У нас, потому что все равно для меня Россия это у нас. Это не где-то там. Я ни в коем случае не отношусь. Я ни с какой другой стороны, кроме России. Ну, хорошо жить в концлагере? Нет. Мне кажется, плохо. Я в меру моих очень скромных сил считал и действовал в рамках логики, что Россия не должна быть в концлагере. Должен ли я считать себя предателем России? Нет. Я считаю, что ни в коем случае. И возвращаясь к фигуре, масштабной фигуре Михаила Михайловича Костянова, я считаю, что объявление его на агент это действительно, ты абсолютно прав. высокого уровня объявленный на агентом. И значит, уже снимаются барьеры для того, что в том числе и системные фигуры, которые, может быть, и сами не хотели ссориться с Путиным и переходить определенную черту, уже вынуждены самоопределиться относительно того, что происходит. Относительно того, что ты или поддерживаешь войну и тоталитаризм, и поэтому ты за то, что происходит сегодня в Арахах, или ты не поддерживаешь войну и тоталитаризм. Это раздел очень простой. Это не вопрос экономической политики, социальной политики, каких-то даже исторических приоритетов и оценок. Ты не левый и не правый, потому что в гарниле тоталитаризма сгорают все, и левый, и правый. Как совершенно правильно сказала Надежда Яковлевна Мандельштам в своих гениальных мемуарах, которые, мне кажется, по и литературному, и публицистическому значению не уступают архипелагу, ГУЛАГу, Александр Александровича служения. Пережить ГУЛАГ невозможно, потому что даже ты не был в ГУЛАГе, но это происходило при тебе, на твоем веку, ты лишился свободы полностью, ты перестал быть человеком, ты теперь знаешь, что нельзя открывать рот, что твой сосед, твой враг, потому что он может в любой момент на тебя настучать, и ты окажешься в ГУЛАГе. Он не друг тебе, и не сотрудник, и не соратник, а враг. Ты прекрасно понимаешь, что весь окружающий тебя мир глубоко враждебен, и ты живешь исключительно с чувством того, как бы избежать токсичного влияния этого окружающего мира, поэтому действительно нельзя выйти из-под влияния ГУЛАГа. Все, кто жил при ГУЛАГе, тоже не оказавшись там внутри. Как правильно сказала Анна Андреевна Ахматова, не друг, но современник и собеседник Надежды Яковлевны, Мандельштам. Когда сейчас, после смерти Сталина, она сказала, а, кстати, замечу, что Анна Андреевна Ахматова и Сталин умерли 1-2-5 марта. Сталин в 153-м, а Анна Андреевна в 1666 году. Когда вернутся те, кто находился в лагерях, две России посмотрят друг на друга. Одна, которая сидела, а другая, которая охраняла, сидевшая. Это неизбывно. Поэтому это носит огромный вред, урон даже тем, кто не пострадает от этой системы, хотя пострадает очень много. Поэтому я считаю, что союз иноагентов как некая сила, наделенная кремлевским же источником легитимности, поскольку все иноагенты кремлем, была бы очень своевременной и правильной с точки зрения самоорганизации российской оппозиции всех тех, кто не любит войны, кто не хочет войны и тоталитаризма, и только это. Он сидит в тюрьме уже давно мой приятель Борис Юрьевич Кагарлицкий. Это левый абсолютно человек с такого нео-ленинского. Мы его знаем Кагарлицкого. Да, разумеется. И что? Какие-то идеологические приоритеты могут спасти от тюрьмы в этой ситуации? Никакие, абсолютно. Да даже те, кто словословит сегодня Владимира Владимировича Путина, кто просто целует его во все места. Они что, защищены от гарантированной какой-то безопасности, свобода от воздействия этой репрессивной тюрьмы машины? Нет. Ни в какой степени. Как только они кому-то понадобятся, как только станет ясно, что тебя нужно устранить, тебя устранят. Вот сейчас релоканты не должны возвращаться, Ваудин абсолютно прав. Кремль проповедует теории, согласно которой вот сейчас уйдет иностранный бизнес, и российский капитал получит все эти активы и расцветет невероятно. Российский капитал получит эти активы на пару лет. Вот что, придут мощные парни в погонах и без и заберут у вас все эти деньги. Ребята, дорогие, ну не обольщайтесь. Ну это очевидно. Это работает только в одном направлении. Да. Ну, кстати, уместно будет цитату прямо Володин дословную произнести. Покинувшие, говорит, страну россияне совершили предательство. То есть уже предателем объявляются просто покинувшие. Не то, что вот мы такие, ну на нас там пробу пойдет. Мнению ставить негде. Хотя пробу ставить надо на самом Володе. А многие из них, говорит он, не нашли работу за рубежом, но в России с распростертыми объятиями их никто не ждет, заявил председатель Госдумы Мячеслава Володя. То есть понимание предательства, оно вот этим, ну, так сказать, по смыслу этого, оно расширительно толкуется. То есть это даже просто покинувшие. Он молчал, он ничего не сказал, но он покинул Россию в период начала так называемой специальной военной операции, он уже предатель, потому что нельзя покидать, ты должен в концлагере быть. Да, вот выходить на утреннюю зорьку, на вот эту поверху. Если тебя там нет, вот, мне очень интересную вещь сказал Соловей. Когда я ему говорил, ну ты что ко мне, Валер, ты же тут хоронишь Путина через день, приходи ко мне на канал. Он говорит, вот именно к тебе нельзя мне ходить на канал, вот на другие каналы могу ходить, потому что тебя воспринимают как самую распоследнюю скотину, предатель, но еще и потому, что они, как и тебя, как и всех других нас уехал, считают своей собственностью, сука. В путинской России они считают людей своей прямо физической собственностью. И я это от многих, кстати, слышал. Они и говорят, но это же как бы... Этот принцип, извини, сложился еще в начале нулевых годов, тогда родился анекдот. Поскольку политические анекдоты, как советская, тогда их было много, несмотря на стандартный режим, было можно сочинять и рассказывать политические анекдоты. Я помню прекрасно гениальный совершенно, на мой взгляд, сериал Брежнев, режиссер Сергея Снежкина по сценарию Валерия Черныха, где Сергей Каюмыч-Шакуров играл, Леонид Брежнев, да. Да, где парикмахер в исполнении ныне покойного актера Андрея Коско, специально важнейшая функция брежневского парикмахера, цирюльника, который греет ему бороду, это рассказывать ему анекдоты про Брежнева Жаев. Это потрясающая сцена, когда сидят Леонид Ильич в исполнении Сергея Каюмыча, цирюльник, Коско и охранник, начальник охраны Брежнева втроем. И, значит, Брежнев говорит, анекдоты есть? Да, много, говорит цирюльник. Расскажи. Значит, цирюльник рассказывает анекдот. Встречаются три президента. Америки, Франции и вы, Леонид Ильич. Езидент Америки достает портсигар там ими карту от американского народа. Француз достает, значит, Валерий Жескар Дестену, так сказать, от интеллектуальной элиты Прованса, неважно, да? И вы достаете, значит, портсигар, на котором написано Граф Орлова это Екатерина Второй. Брежнев дико хохотать, а начальник охраны не знает, как ему себя вести. Ну, потому что, с одной стороны, действительно очень смешно, но смеяться же над боссом нельзя, который себя подсобил. Да. Да, это очень правильный изюмин, описывающий психологические отношения. Действительно, должен быть абсолютно прикован к этой системе. Ты не должен никуда дёрнуться, должен быть внутри неё. сам факт даже ментального, психологического выхода из системы. Потому что любой Володин сидит и думает, а нельзя ли убежать и мне? Конечно. И тот понимает, что убежать ему нельзя. Потому что он обременён таким количеством обязательств перед этой системой. Это, в первую очередь, связано с тем, что он долгие годы играл по правилам над системой и стяжал много денег. Да, он миллиардер, он миллиардер, крупный миллиардер. Значит, когда ты деньги стяжал, было хорошо, теперь ты собираешься от нас сбежать. И поэтому в нём закипает ярость и зависть по отношению к тем, кому удалось сбежать. В том числе и потому, что они, как и я, например, не стяжали денег. Сотрудничество с правым режимом, хотя, так сказать, мои уважаемые оппоненты много раз мне это приписывали, но, увы, ничего не получилось. В моём случае я этому не стремился. Я не жалуюсь на бедность, они не самые бедные, то есть, хотя, но я далеко не богатый, уж точно никогда не был выгодоприобретателем нынешней российской власти. Поэтому, конечно, этот ужас, вот высказывание Володина отражает этот ужас, который находится у него в голове, что он сам не может выразить эту систему. И когда завтра к нему придёт какой-нибудь уважаемый товарищ полковник, не майор, потому что Володин не уровень майора, и скажет, Вячеслав Игоревич, а правда говорят, что вы гей? Конечно нет. Как он это говорил? Да нет, гей не гей, пошли, пошли, вот, камера ждёт. Да. Сознательно или бессознательно Володин это прекрасно понимает, что тоталитаризм развивается только в одном направлении. И как бы ты ни словословил вождя тебе не избежать этих репрессивных журнавов и права надежды Яковлевны Мандельштам, пережить ГУЛАГ невозможно. Да. Ну, это действительно так. Мы в этой последней части программы, мы уже 40, почти 9 минут в эфире, нас смотрят 33 тысячи человек в прямом эфире, и около 11 тысяч поставили свои лайки. Ещё раз напоминаю, пожалуйста, в описании к этому видео на канал Станислава Белковского по его имени можете подписываться, проходить по ссылке, подписываться, смотрите эфиры там, ну и, конечно, на канал Фейдин Лайв подпишитесь тоже. Вот смотри, опрокидывай это всё на войну в Украину, предатель, не предатель. Вот смотри, ведь народ Украины, они тоже, вы представляете, как предатель. Это народ предатель. Вы, сука, пошли на Запад, мы, значит, в нашем говне, а вы, значит, решили, что же это, значит, в ЕСе, в своё время, кстати, к третьей миграции, к евреям так говорили, что это вы, значит, жиды едете, значит, куражиться туда, а мы, значит, в нашем говне будем подыхать, да, вот так вы, значит, вот, евреи, значит, слились, как говорится, так и с украинцами, то есть их уход на Запад, ну, страной целиком, тоже воспринимается, как до известной степени предательства, предательства панславянского мира, там, значит, общей истории, что-то там такое про православие и так далее, и отсюда пронзительнее вот это насилие, да, которое беспощаднее, безжалостнее, потому что это ещё от обида за свою собственную судьбу, которая не даёт такого шанса, вот, это всё избегнуть, концлагерь, он же, ну, правильно ты говоришь, он не избывный, он не даёт избегнуть, а вот кое-кто решил, значит, как можно дальше, уже вроде как ушёл от концлагеря и хочет ещё дальше отбежать, то есть уже, значит, в пенаты совершенно на Запад совсем далеко от вас, да, как в анекдоте, вот мы и смотрим, где вас не видно, значит, там, да, ну, вот, так и тут, можно ли здесь сказать, что резкость оценок реакции и война сама по себе, это в том числе и реакции на предательство, которое они трактуют вот так широко? Разумеется, потому что Путин считал, что, ну, его стандартная концепция, что украинцы это русские, никаких отдельных украинцев не существует, а поэтому никто не должен выйти, и никто из русских не должен от него спастись. То есть, будь не русский, лучше, так сказать, заведомо перейти на другую сторону баррикад, что является предметом бессознательных рефлексий Вячеслава Викторовича Володина. Ну, как бы этого избежать? Поэтому Украина эксклюзивный товар. Сейчас, когда идут рассуждения о том, что Путин вторгнется в страны Балтии или куда-то еще каких-то из-за недельного государства, нет, я так не думаю. Он, во-первых, несмотря на все свои идейные и психологические приоритеты, все равно остается, он очень четко понимает соотношение сил. Он не вторгнется на территории НАТО. Именно поэтому так не хочет Украине дать стать членом НАТО. НАТО, это все. Когда только убежать, тогда уже сражение невозможно. И взять под контроль Украину не удастся. Именно поэтому важно не дать ей стать членом НАТО. Это важнейшее. И поскольку любимая забава российской власти бомбить Воронеж, то чем та или иная территория более похожа на Воронеж, тем удобнее ее бомбить. Уничтожать можно только своих. Чужих жалко, своих не жалко. Поэтому в этом смысле... Чужих и страшно, НАТО-то страшно. Могут же и нет, нет, нет. У вторжения территории НАТО быть не может. Украина, я говорю, это эксклюзивная вещь. И Путин, конечно, будет это дожимать. Сейчас он заинтересован, безусловно, в прекращении огня. Потому что истощение сил наблюдается с обеих сторон, с украинской, в том числе и особенно. Особенно в смысле мобилизационного ресурса, если я правильно понимаю ситуацию. Но и с российской стороны он наблюдается. Потому что мы видим вдов и матерей мобилизованных с их очень конкретными претензиями к российской власти. Мы видим, что масштабирование производства вооружений и боеприпасов невозможно, потому что российская военная промышленность очень зависима от западных комплектующих и технологий. Никуда это не делалось. А если бы это было не так, то не нужны были бы миллионы северокорийских снарядов и иранские иранские дроны. Поэтому да, это дело идет к прекращению огня, но не к полному отказу Путина от идеи, что Украина не надо встретиться с лица земли, потому что это не что иное, как часть России. С частью России можно делать все, что угодно. Свой, правда, хуже чужого. Он не сможет сопротивляться. Вот это важнейший элемент психологии этой тотальной машины насилия. Это на экспорт нужно. Вот лада, которая поставляется на экспорт, там вельбас при советской власти был гораздо лучше, чем вельбасе, который поставляется на внутренний рынок. Потому что держать лицо, в этом колоссальный, в этом смысл этой колоссальной провинциальности нашей, к сожалению. Нашей, потому что я принимаю на себя пороки и грехи моей России точно так же, как и, так сказать, накопленная панциал русской культуры, которую никто все равно не отменил, кто бы ни старался, как бы ни старались, потому что русская культура, на мой взгляд, далеко выходит за рамки, собственно, какого-то этничества. Ну, конечно, она же часть мировой, она как часть мировой культуры автономна от ее носителей. Что такое Достоевский? Достоевский – это основоположник религиозного психоанализа, это не связано только с русским. Это написано на русском языке, но это никак не подчиняется каким-то этническим рамкам. Толстой – как основоположник синкретической религии и, собственно, осмысления религиозности для современного мира, что еще очень пригодится. Чехов – основоположник современной мировой драматургии, потому что он писал по-русски – это один из элементов этого, но от этого не перестают быть основоположником мировой драматургии, потому что на Чехове зиждется в многом концепция современной театральной режиссуры, которая без Чехова невозможна, и так далее, и так далее. Но вместе с тем, вот это в Москву, в Москву, в Москву, это чеховская, это Париж, это отражение нашей провинциальности. И наша провинциальность заставляет нас быть хорошими для чужих и плохими для своих, для себя. И чем больше Путин считает Украину своей, чем больше украинцев русскими, тем более жестоким по отношению к Украине он будет. Я хочу еще добавить от себя относительно вот идеи предательства. Ведь вот мы должны тоже сказать, что нет той России абсолютной, которая вне зависимости даже от власти. Вот сегодняшняя Россия путинская. Предательство по отношению к путинской России, ну так как они трактуют предательство, путинской именно России, и предательством не является. Потому что Россию путинскую, ну все время людей пугает слово Россия в этой конструкции, в прилагательном путинской России. На самом деле можно и отменить и не оставить ничего из нее, кроме самой России, которая там где-то лежит внутри. Но путинская Россия неразрывно связана с Путиным как таковым, со всеми его порядками. Потому что русская культура как часть мировой, а вот что такое Россия в представлении Путина? Это ведь прежде всего институты, государство, власть. Вот это этатистское начало. Вот это принадлежность как собственности народа к этому. Я с тобой абсолютно не согласен. Это не этатистское начало. Потому что государство и власть это действительно, как ты правильно сказал, система институтов. А институты независимы не из-за конкретного физического лица. А здесь работает то, что Ричард Пайпес назвал Ричард Пайпес наиболее заметных американских историков специалистов по России и советских президентов Рональда Рейгана по России. Пайпеса очень помогли Рональда Рейгану выстраивать стратегию взаимодействия с Советским Союзом на финальной стадии Холодной войны, которую назвал патримониальным сознанием. Это водчинное сознание. Нет никаких институтов и государства. Это его собственность Россия. Это он. Это путинская монархия на этом базируется. Он совмещает полномочия всех ветвей власти. Он светский и духовный лидер. Он стоит выше религиозных конфессий. Когда мы видели недавно, месяц назад, когда приходили в Кремль, представители основных религиозных конфессий России, сидели за полкилометра от него, как всегда, он сидит на одном конце стола, а все остальные на другом. Потому что тем самым подчеркивается разница в статусе. Притом, что это не его подчиненные, это не чиновники какие-нибудь. И даже чьи деньги зависят от его решения. Представители религиозных конфессий, которые должны служить только Богу в самом широком смысле. Даже если буддисты все равно служат своим ценностям, которые никак не зависимы от порядка в путинском государстве лично Путина. Нет. Они поклоняются ему, Путину. Они начинают каждое свое выступление со словословий в адрес Путина. Такое ощущение, что уже, кажется, завтра соберутся российские раввины при поддержке Романа Акаевича Абрамовича и Вячеслава Маше Камтера, бывшего президента Европейского и Еврейского конгресса. И объявят Путину миссии. И поэтому попросят проложить ему дорогу и стези к Иерусалинскому храму, к его восстановлению. К этому дело идет. Россия – это его собственность, то, что принадлежит ему. И если эта собственность не подчиняется владельцу, это вот прекраснейший был фильм «Старый советский убийство на улице Данте» Михаила Романа. Да, известный. Где прекрасно говорил главный герой. Там несколько гениальных цитатов. Одна из них цитата героя Росислава Яновича Плята о том, что если в наше время трое гонится за одним, то этот один хороший человек. Это полностью относится к современной России. Но там говорится, если ты ударился о стул, виноват стул. Если стул, как твоя собственность, то есть россиянин, который не разделяет путинские ценности, тебе не подчиняется, ты не можешь этого терпеть, потому что это твоя собственность. Это никакие не государственные институты, не этатизм, не отношение правителя-гражданин, у которого есть свои права, и который как-то сепаратен от государства, потому что государство государственное, а гражданин гражданином. У гражданина есть гражданские права, есть неотчуждаемые права человека. Нет. Все, что находится в России, является собственностью абсолютного монарха. Государство – это я. Гораздо больше, чем Людовик XIV, потому что в той концепции Людовика XIV собственность была все-таки отделена от короля. Государство только было. А здесь все, что принадлежит – это хозяин земли русской. Это же абсолютно не новая история. Это так написал про себя Николай II в анкете по породу занятий. Хозяин земли русской. Он хозяин этого всего. И если эта собственность отказывается подчиняться хозяину, то эта собственность, безусловно, предатель. Если ее можно уничтожить, надо ее уничтожить. Потому что кому нужна собственность, которая не подчиняется? Кому нужен стул, на котором нельзя сидеть? То есть если нельзя, то просто значит надо уничтожить его как-то морально и политически. И весьма обидно, что Запад иногда подыгрывает этому, усложняя нам жизнь за пределами контролируемого Путин политического и правого государства. Ну, безусловно. Ну, вот смотри, давай. В конце самом. Чем сердце успокоится, как говорится? С концом самого Путина. Канет ли путинская Россия? Найдется ли? И да, и нет. Да, в том смысле, что исчезнет этот абсолютный монарх, который является хозяином земли русской. Придет коллегиальное руководство. Заменить Путина невозможно. Ну, понятно, да. Ну, с другой стороны, естественно, это вовсе не означает, что наступит демократия и свобода. Нет, конечно. Это еще долгий-долгий период, когда наследники Владимира Владимировича будут еще там делить власть и как-то договариваются с Западом, конечно. Не потому, что им этого очень хочется. Хочется тоже, потому что все-таки хочется уже как-то... Не только... Кстати, и в Дубае уже стал жить-то невозможно там. Проклятые американцы вторичными санкциями запугали правовый режим шейхов, и там путинские олигархи уже чувствуют себя очень неуютно. Хочется уже не только там в Хайнане где-нибудь отдыхать, а все-таки вернуться в Париж, подняться снова на последний этаж отеля Георг V, столь облюбованного российской элитой за минувшие десятилетия и так далее, и так далее. Это рядом с тобой, я привожу пример, который тебе особенно близко. Да, да, да. Он рядом на сене, это самый знаменитый, самый дорогой, один из самых дорогих отелей в Париж. Да, да, да. Конечно. Но русский народ-то из рабства никто выводить из них не собирается, поскольку несчастный русский народ и остается главным источником доходов и стабильности. Поэтому все это будет постепенно и постепенно и очень долго. Поэтому Вячеслав Викторович Володин прав, торопиться в РФ не надо. Но все равно когда-нибудь это закончится, и нам очень важно находиться в моральной и политической форме, достаточно для того, чтобы принять любые результаты мировой истории. Черные лебеди не исключены. Поэтому возвращаемся к тому, с чего мы начали. Появление в рядах иноагентов такой крупной бесспорной фигуры, как Мих-Мих Касьянов, означает, что все-таки не пора ли консолидироваться в идее союза иноагентов, и, так сказать, такого рода фигуры не пора ли перестать воевать, враждовать между собой, искать какие-то искусственные поводы для того, чтобы поругаться и объявить предателями друг друга. Ну, чего уж там, ребят, давайте, так сказать, режим Путина крепок и мощен. Если мы все-таки хотим как-то им противостоять, давайте забудем мелкие претензии друг к другу ради того, чтобы сделать что-то конструктивное, что нам было не стыдно перед самими собой. Ну, что же, 34 тысячи нас смотрят, 12,5, чуть больше тысячи поставили свои лайки. Мы благодарим всех зрителей, что в это воскресенье целый час вы с нами были в эфире, смотрели наши диалоги. И присоединяемся на канал Белковский, где на предстоящей неделе, во-первых, на прошлой неделе была премьера программы «Гибель этого мира». Посмотрите обязательно, много важных соображений. Но еще будет премьера кинопрограммы, со мной роли кинокритик, потому что приходится и такое. Раз уж я предатель, надо идти до конца, становиться кинокритиком предательным. Вот, поэтому всем очень благодарен. Марк Захарович, большое спасибо, привет. И до скорой встречи в нашем мировом эфире.